Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Вот я обещал ответить пользователю. Опять вы какие-то пользователи непонятные, под какими-то именами. Знаете, я на всё вот это смотрю, и внутри уже у меня созрело давно такое понимание. Вы уже согласны давным-давно сидеть в концлагере с номерами, и как будто так и должно быть. Ну, так и должно, так и должно. Что тогда? Возмущаться, что сейчас такое. Сами позволили. Ну ладно. Читаем. Долго собиралась вам написать, и вот решилась, просто не зная, что делать дальше. Два с половиной года назад, после ковида, у меня расстройство ВНС. Шум в ушах, голове. А вы делали прививку или нет? Так, сразу вопрос. Тогда УЗИ показало в жёлчном полип 4 мм. Ну, вы любите, значит, посмотреть, проследить за своим здоровьем. Ну что ж, это, конечно, хорошо. За два года полип уже, полипа уже 3,7,4 и 3. Ну, это мы, так сказать, вот, полипы, полипы. А вот вопрос, а чем они вам мешают, эти полипы? Вот, обнаружили полипы. Чем они вам мешают? Так, ответьте. Ладно. Поджелудочное образование 6 мм, похоже на кисту. Вот это уже хуже у поджелудковой. Что, какая-то киста образовалась. Раз киста образовалась, должна быть причина. Ну, поехали дальше. Все эти годы я была на раздельном питании, всё лето и осень. Знаете, вот, как человек понимает вот это вот раздельное питание, насколько он его так придерживается, что, что, как. Это вот как-то, можно вот так вот сказать, вот, раздельное питание, а что человек разделяет, абсолютно особо непонятно. Ну, ладно, дальше почитаем. Почему я ещё такое говорю? Буквально таки вчера-позавчера мне мой хороший знакомый говорит, вот тот человек отголодал 40 суток, и уже на третьи сутки он вышел из голода. Как отголодал? Что отголодал? Мне лично особо не интересно. Каждый придумывает своё собственное голодание, выход и так далее, так далее. Ну, ладно, читаем. Всё лето и осень пилать свежевыжатые соки своего рода. Отлично, ну, это хорошо. С утра сок, ягоды, фрукты, прекрасно. В обед каши, салаты, тушёные овощи. Вот это уже кое о чём человек говорит, что он ел. Лепёшки из пророжей ржи, пшеницы. Вечером чечевица, творог, сметана, мясо, рыба редко. Ну, в целом нормально. Все с салатами или тушёными овощами по сезону. Правильно. Первый год голодала в дни Кадаши 36-40 часов. Ну, вот уже 7 месяцев практикую сухой голод. Один раз в неделю просто легче переносится. Ну, тоже это отлично. Отлично. И вот теперь дальше. Пила осину, то есть началось, или там был курс противопаразитарки. Пила осину, тройчатку, пижму, чёрный тмин, зиру. Пила. Вроде как от паразитов должно, это самое, ну, особо в организме не быть. Ну, а вот тут вот читают. Глаза болят и гноятся до сих пор. Повёлся ком в горле. Постоянное вздутие. Запах изо рта давно. Постоянное вздутие. Позвольте, вот теперь у меня вопрос. Вы чёрный тмин, зиру. Как вы принимали? Вот я советую, и я принимаю, и я чувствую, что когда я её проглатываю целиком, она у меня работает здесь. То есть у меня нормализовалась работа тонкого кишечника, толстого кишечника. А как вы принимаете, вот так или не так, или вот почему? Почему гноеродная инфекция, глаза болят и гноятся до сих пор? Вот теперь мне бы хотелось, есть такое понятие в медицине, называется, по-моему, оно анамнез. То есть врач расспрашивает болящего, а чем он страдал до этого, а чем он там лечился, и так далее, и так далее. Чтобы у него возникло какое-то представление об этом человеке, что он делал правильно, что он делал неправильно. Вот вроде бы прочитали мы, человек питался правильно, всё там, всё нормально. А почему не получается, глаза болят и гноятся до сих пор? Ну, то есть имеется инфекция в области лица. Появился ком в горле, вот, постоянное вздутие, запах изо рта давно, постоянное вздутие. То есть как микрофлора там жила, так она и живёт. Самочувствие плохое, шум добивает, сил нет постоянно. Пыталась чистить кишечник урина, ничего такого не выходит. Только геморрой начал болеть. А всё геморрой есть, да? Мне 53 года, вес 49 килограмм. Значит, сбросила вес на 5 килограмм примерно. Должна сказать, что гибкость у меня отлично, стройна. Всё время перечитываю ваши книги, я, ваша поклонница, уже 30 лет. Вы как лучик света для меня, стараюсь смотреть ваши видосы. Хотя глаза болят, не могу долго смотреть на экран. Петрович, что делать, чтобы не остаться? Без жёлчного. Ну, если он вас не беспокоит, вот он вас не беспокоит. Что вы его уже пытаетесь без жёлчного? Грубо говоря, с полипами можно прожить там до самого-самого. А если всё это вот так вот дёрнуть, то... Так, как получилось, что после всего, что я делал, полипы только прибавились. А раз у вас ничего не изменилось, вот кишечник как был, так и был, плохо работал. Пожалуйста, то есть с микрофлорой болезнетворной вы так и не справились. Пожалуйста, не пишите мне плохие комментарии. Кто прочитает, мне нужна поддержка, мне и так страшно. Вот, видите, и бояться не надо. Вот эти вот страхи. Страхи, есть страхи. Ведь врачи бесполезны им только отрезать. А куда обращаться за помощью, когда сама не знаешь выхода? Ну вот тут как раз, как бы сказать, и ищите выход, что, что и как. В первую очередь, в первую очередь, возможно, вы слишком много используете пищи вот этой вот растительной, которую не совсем может переварить ваш пищеварительный тракт. И вроде бы получается, человек думает, что он питается очень полезной пищей, вот сырая, растительная, соки и так далее. А тем самым он перевозбуждает жизненный принцип ветра, сбрасывается вес, сил особо нету, стул какой-то тот, вот этот самый. Для того, чтобы переварить всю эту клетчатку, должна быть мощная пищеварительная система. Должен быть хороший ферментативный аппарат, который сформировался на эту пищу. А если этого нет, начинается, идёт истощение. Хотя и гибкость будет, и будет и стройная, а сил вот не будет, и самочувствие плохое. Я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы, я бы больше на каше. Каши с маслом, каши даже с сальцом, каши различные, картошечку, тушеные овощи, лепёшки из прошлой пшеницы, ржи, пшеницы. Вечером чечевица, творог, сметана. С утра ягоды, фрукты. Я бы, я бы, сократил количество растительной пищи в два раза. Да, она пускай там в тёплом виде, салаты, пожалуйста, салаты. И следил бы за работой своего кишечника, да. А всё остальное, это у меня была бы крупы. То есть я бы питался кашами. Каша там пшёная, каша перловая, каша рисовая, каша пшёная и так далее, и так далее, и так далее. Вот, с топлёным маслом, вот в это время я бы там сальцо бы кушал. И в первую очередь, в первую очередь, вот, надо вот избавляться от того, что беспокоит. А вот для этого, для этого, знаете, опять-таки, мне бы, вот лично, мне, чтобы дельно что-то там такое посоветовать, хотелось бы знать, а до этого какие у вас заболевания были, что там с вами такое было, чтобы понимать, откуда растут ноги, и уже давать более-менее какие-то там советы. А если чистить кишечник, вот просто не понимая, что, что и так далее, действительно, может только геморрой начать болеть, который там имеется. Может перевозбуждаться жизненный принцип ветра. Может вообще человек начинать мёрзнуть, у него вообще разлаживается пищеварение. Вот несмотря на, допустим, вот такое вот питание, как вот говорят, вот сырое, вот сыроедение, вот это хорошая вещь, с сыроедами становятся единицы, у которых великолепное изначально пищеварение, которое может справиться с сырыми овощами, фруктами и так далее. У всех остальных ничего подобного не происходит. А происходит вот нечто такое. Теряется вес, ухудшается самочувствие и прочее, 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 прочее. Ну вот. Сначала вот с этим разобраться. Что бы я делал бы? Во время я бы, значит, первое, изменил бы питание, значит, чтобы у меня половина вот этих вот растительных блюд исчезла, больше стало каши, каши с маслицем топлёным, каши, значит, с сальцом ем. Во время буквально-таки каждого приёма пищи я бы глотал где-то от 5 до 10 зёрнышек тмина и одну палочку гвоздики. Мне, вот лично, я считаю, надо было бы добиться нормального стула, чтобы никаких не было этих самых вздутий и так далее, так далее, так далее. Повёлся ком в горле. Ну вот в ком в горле можно с утра попить соды вот этой гашёной и посмотреть, как этот ком себя поведёт, он будет или не будет. Ну, грубо говоря, две недельки попили соду с утра натощак, дальше её не пить, потому что испортите желудок и так. Вот. И посмотреть, что, что и как. Вот так я сделал. А что касается полипов, полипов, это, если они так уж беспокоят, можно было бы использовать чистотел, клизмы с чистотелом. Я как-то описал, но это в основном от полипов в толстом кишечнике. Но я думаю, они подействуют и в жёлчном пузыре. Как-то, знаете, вот я как раз вам дал и описал самое лучшее лечение. Вот, допустим, грубо говоря, мы в любом случае идём к своему жизненному концу. И если так вот задуматься, ой, осталось там, допустим, ну, пять лет, думаем мы, другой думает там, ага, вот какие-то там полипы, то есть всё. Осталось, ну, буквально, может быть, год, полгода, и он в вот этих вот страшных мыслях своих, вот этих всё. А я как раз там и сказал, а вы попробуйте радуйтесь, что несмотря на то, что у вас какая-то смертельная болезнь имеется, и что там уже, грубо говоря, неделя жизни остаётся, прожить вот эту хотя бы неделю жизни в радости, понимая, что вот вам даётся вот самое-самое ценное – это жизнь. Мы привыкли жизнь мерить по машинам, по квартирам, там и прочим-прочим, по каким-то благам. А оказывается, когда вот это вот подходишь к концу жизненному, то чё мы ценим вот эту вот возможность вдохнуть лишний раз, ощутить себя живым. Так вот постарайтесь вот в радости вот этой пожить, включить вот этот самый мощный механизм. И для начала вот пользователь, мне бы хотелось, чтобы она описала, а чем она до этого болела, вот что было такое, чем она там переболела, что могло там дать, вот такие вот какие-то осложнения на жёлчный там пузырь, на то, что не работает кишечник. Ну, как только кишечник не работает, оттуда вся зараза расселяется. Поэтому и шум в ушах, и всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ну, вот такие вот вещи. Поэтому подумайте, сядьте, что с вами было, напишите. Вот какие-то, что вы там делали, что вы получили, какие, грубо говоря, положительные были моменты, а что вам не удалось, чтобы как-то составить мнение, понимаете? А не просто вот так, ага, вот раньше как там было, вот имеются полипы, и что мне делать? А кто его знает, что делать? Если у вас там запоры, если у вас вот такая вот микрофлора там сидит, и вы думаете от полипов избавляться, надо сначала от всего вот этого. И глядишь, они там сами исчезнут. Ну, вот, примерно так. И вот правильно фишка написала. Стул регулярный, консистенция какая. Что с языком, есть налёт или нет? Нету, чистили ли печень? Антипаразитарку как делали? Курсами, не курсами? Что, говорю, пили, ели и так далее. Насчёт там соду и так далее, там, татикамп можно там попробовать использовать. То есть все вещи решаются. Но ещё разок я хочу сказать, вот так вот. Есть пациенты, они не вылечиваются, потому что у них какие-то там свои заморочки по жизни, и они там делают и так, и сяк. Вот. Ну и что вот? Ага. Пишет, стул по утрам нормальный. Печень хотела сделать, потом пошла на УЗИ, чтобы проверить на наличие камней. Там полипы, наложили питание, травить надо было сильнее видать. Ничего подобного, ничего не надо там было травить. Надо было просто, просто надо узнать, чем вы там жили, как вы жили. то есть в вашу жизнь, чтобы понять, почему там эти полипы и так далее. А так можно, да, знаете, вот настойка чистотела, или, допустим, даже тот же действительно татикамп, да, по чайной ложке его там, ну а там кто узнает, что там с вами там будет и так далее. Ну вот такие-то дела. Я как раз сейчас позанимался, сижу в таком расслабленном состоянии, сейчас сделаю видос, что я сделал. Ну все, доброго вам здоровья. До новых встреч. В очередь я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу правильные эти благотворительные. А если нет, я схалтую, значит дульку с маком.